В Чувашии завершилось выдвижение кандидатов и депутатов Государственного Совета Чувашии. Одними из последних предоставили документы представители Справедливой России и партии Роста. Определились со своими кандидатами в партии Единой России. Они также передали в Центральную избирательную комиссию Чувашию документы по единому избирательному округу и 22 одномандатным округам. ЦИК уже заверил эти списки и выдал разрешение на открытие спецсчетов. Список Единой России возглавил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он отметил, что на протяжении шести лет в республике реализуется ряд программ. Модернизация образования, детские сады детям, российское село, крепкая семья и другие. Благодаря их эффективной реализации в республике стало больше здоровых детей, увеличилось количество многодетных семей. И с года в год растет число долгожителей. В Чувашии создана благоприятная среда для самореализации молодых, целеустремленных людей. А это ключевые показатели благополучия. На партийной конференции единороссу утвердили списки претендентов в Государственный совет и приняли предвыборную программу. В парламент республики по единому избирательному округу выдвинуто 69 кандидатов и 22 по одномандатным округам. В общереспубликанскую часть списка, кроме Михаила Игнатьева, вошли также директор гимназии номер 5 города Чебоксары Инна Исаева и действующий депутат госсовета, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев. Все кандидаты, которые будут баллотироваться в парламент республики в мае, прошли процедуру предварительного голосования. Мы идем единой командой. Программа определена. Владимир Владимирович, когда присутствовал на съезде, Кутин сказал, мы идем честно, открыто, прозрачно. И все наши предварительные программы будут построены на честных дебатах, на честной конкуренции. Программа регионального отделения партии «Единая Россия» основана на общероссийской программе. Ей дали название «Чуваша – регион комфортного проживания». Мы сегодня придерживаемся принципиальной той позиции, что не даем тех обещаний, которые невыполнимы. Для нас это сегодня очень важно. Если мы говорим, то, конечно же, мы просто обязаны это сделать. Основные положения базируются на предложениях наших жителей в первую очередь, потому что мы и во время предварительного всенародного внутрипартийного голосования в рамках «Праймерис» объезжали районы, мы встречались с людьми. «Чуваша» – это место, где человеку должно быть комфортно. Исходя из этого, все предложения, вот все должно войти в эту программу. Естественно, это есть в ней стратегические предложения, есть тактические. Мы выверяли эту программу, корректировали с учетом определенных сложностей, которые есть в реальном секторе экономики, для того, чтобы программа была синхронизирована, для того, чтобы программа была выверена, чтобы пустые мероприятия там не были вписаны, и все то, что будет туда вписано, на 100% было выполнено. Это честно перед избирателями. Единороссы Чувашии рассчитывают, что в Государственном совете нового созыва у них будет большинство. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.